всем привет это тип тап тв я марина и вы снова со мной а я с вами сегодня мы с вами приготовим очень вкусный ленивый штрудель ну не совсем конечно ленивый мы будем использовать готовое слоеное замороженное тесто если вам интересен этот рецепт то оставайтесь со мной еще в течение пяти минут не переключайтесь нам понадобится во первых два пласта слоеного теста без дрожжевого 2 3 яблока конечно желательно кислых сортов затем понадобится немножко муки корица сахар 1 яйцо немного орехов а также нам понадобятся панировочные сухари вот и все ингредиентов мало все доступно приступаем пока тесто размораживается займемся начинкой яблоки помоем освободим от сердцевины и будем нарезать кубиками добавляем сюда пол чайной ложки корицы 2 столовых ложки сахара вы можете добавить коричневый сахар можете добавить обычный сахар то что у вас есть и две столовых ложки муки все перемешиваем в отдельной емкости смешиваем орехи должно быть конечно пол стакана орехов молотых но у меня вот сколько было столько было неважно добавляем две столовые ложки панировочных сухарей я делаю сама просто из белого хлеба и 5 столовых ложек сахара сейчас самое время включить духовой шкаф на разогрев на 190 градусов раскатываем слоеное размороженное тесто не надо очень тонко достаточно чтобы у нас вот этот квадрат увеличился в два раза просто сделаем из него прямоугольник на первый пласт теста у нас должна уйти половина всех ингредиентов половина яблочной смеси и половина посыпки и выкладываем половину начинки и начинаем аккуратно заворачивать тесто в виде рулета с начинкой вот сильно прижимать не нужно оставляем рулетик швом вниз и подворачиваем края предварительно их защипнув выкладываем штрудель на противень я предварительно застелила противень бумагой для выпекания и смазываем яйцом и не забудем сделать поперечные надрезы точно также подготавливаем и заготовку второго штруделя отправляем наши штрудели в духовку и будем выпекать около 40 45 минут при температуре 190 градусов до золотистой корочки и вот какой прекрасный штрудель получается ароматы конечно на весь дом один штрудель мы уже съели это второй осталось посыпать его сахарной пудрой и немедленно подавать к столу штрудель вкусный как и в горячем виде так и в холодном смотрите какая корочка хрустящая и внутри очень сочная начинка просто невозможно оторваться все сразу же будет съедено это я вам гарантирую очень сочный очень хрустящий очень сладкий и в то же время вкусный и неприторный получается штрудель хоть он и ленивый но самый самый настоящий самый вкусный если этот рецепт был вам полезен или интересен ставьте лайк подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить следующие видео желаю вам конечно же здоровья благополучия и приятного аппетита всем пока и оставайтесь со мной